Мировая экономика, по всей видимости, избежит рецессии в следующем году. Но наихудший из 70-х годов энергетический кризис вызовет резкое замедление роста и больше всего пострадает Европа. Прогноз Организации экономического сотрудничества и развития процитировало агентство Reuters. Вдобавок, в ОСР призвали Центробанки не прекращать цикл повышения ставок. Тему продолжит мой виртуальный коллега Айсанж. Айсанж, тебе слово. Здравствуй, Мария. Айсанж незначительно повысила свой прогноз на 2022 год. Но темпы роста мировой экономики замедлится с 3% в этом году до 2,2% в следующем. Наш основной сценарий – это не глобальная рецессия, а значительное замедление роста мировой экономики в 2023 году. А также все еще высокая, хоть и снижающаяся, инфляция во многих странах, сообщили в руководстве организации. Что касается Европы, то экономика Германии и Франции пострадает из-за снижения поставок российских энергоносителей. Экономика Великобритании сократится из-за роста процентных ставок. А вот экономика США должна указать лучшие результаты, полагают эксперты. Китай, не входящий в АЭСов, является одной из немногих стран, от которых организация ожидает ускорения роста ВВП в следующем году. Учитывая, что цены на энергоносители, вероятно, останутся высокими, АЭСов сообщила, что Центробанки должны придерживаться цикла повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией. Калибре.